Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Мирта Велес, одна из организаторов проекта «Пара ГОСТа». Здравствуй, Мирта! Здравствуй, Рина! Ну, для начала хотелось бы услышать о сути данного проекта. Что это такое «Пара ГОСТа»? «Пара ГОСТа» — это такой проект, который призван напомнить нам, для чего все-таки нужна семья. «Пара ГОСТа» была создана стихийно. Долго-долго-долго-долго она формировалась. Долго — это месяц. Вот, она, наконец, сформировалась. Проект направлен на то, чтобы рассказать о важности семьи. Потому что в последнее время очень много проектов направлено только на одного человека, который рассказывает только про личность. Порой они скатываются в нарциссизм, к сожалению. А наш проект призван напомнить, зачем нужны двое. Ну, зачем вообще встречаются два человека? Для того, чтобы создать семью. И «Пара ГОСТа» как раз является тем, пусть будет это триггером, который заставит что-то щелкнуть в голове и сказать людям, что, наверное, поражениться. Или как-то свои отношения обновить или оформить. В нашем проекте участвуют как молодые люди, которые еще не являются семьей. Ну, они еще не расписались, не вступили в официальные отношения. Но, возможно, готовятся к этому. Или уже давно-давно живут вместе, но почему-то не решаются. Такой ответственный шаг, как официальная роспись, штамп в паспорте. Различные официальные процедуры. А также направлены на тех, кто уже давно в браке. Крепкие семьи. Или семьи, которые хотят что-то для себя обновить, внести какую-то новизну в свои отношения. В каких-то буднях поучаствовать в чем-то, что их сплотит. Потому что конкурс – это все-таки что-то, в чем должен участвовать и один, и второй партнер. И таким образом они увидят, насколько они вместе и куда они идут. Так, ну цель понятна. А каким образом он будет проходить? Что он в себя включает? Вот какая-то пара захотела принять участие. Что от них требуется? 16 числа каждого месяца мы начинаем прием заявок от пар. Что нужно от пары, чтобы принять участие в конкурсе? Им необходимо прислать свою фотографию, где они вместе, нет других людей. Если пары еще не расписаны, то это любая фотография, где они просто вдвоем. Если это уже семья, которая прошла этап росписи, ЗАГС, свадьбы и всех прекрасных свадебных мероприятий, мы ждем от них свадебную фотографию. От любой из пар мы просим их историю семьи, их историю знакомства и их взгляда на их семью. Этого достаточно для того, чтобы принять участие в конкурсе. И дальше, когда мы собираем определенное количество пар, оно неограничено, начинается голосование. Голосование у нас является открытым. Каждая пара выставляет свою фотографию у себя на страничке. И путем различных репостов, лайков и так далее, все это суммируется к концу месяца, мы узнаем, какая пара лидирует. То есть кому зрители, друзья и просто сторонние люди симпатизируют больше всего. Они являются победителями. Но не все так просто. В самом конце месяца, уже ближе к подведению итогов, вся команда ГОСТ также рассматривает лидирующие пары. Там 3-5 лидирующих пар, у которых более или менее могут быть одинаковое количество голосов. Вполне возможно такая ситуация. И каждый из членов ГОСТа имеет свой голос, который прибавляется к уже имеющимся. Таким образом мы видим лидеров. Ну и, соответственно, лидеры потом получают свои призы. А не планируется какое-то большое мероприятие, где вы соберете всех участников, какие-то публичные честования, награждения? Или это все так достаточно кулуарно в сети интернет происходит? Нет, это не так камерно, не так кулуарно, как это кажется на первый взгляд. Во-первых, конкурс будет идти не один месяц. Мы будем продолжать это целых полгода. То есть проект достаточно длительный и большой, который поднимет большой пласт людей, которые уже стоят в отношениях или готовятся к серьезному шагу к браку. Каждый месяц мы будем узнавать, получать самых активных, самых стремящихся к победе участников. Они будут награждаться, будет очень множество поощрительных призов в конце каждого месяца. Наверное, самое приятное – это романтический уикенд для пары, который будет создан нашей организацией Паргоста. А потом, в конце, когда у нас будет уже целых шесть пар, у нас будет гал-ужин, на котором будет разыгрываться супер-приз. Какой? Это пока секрет, но очень-очень приятный для семьи или пары. Получается, когда этот конкурс стартовал? Этот конкурс стартовал 16 апреля. И сейчас, уже буквально в последние выходные мая, мы будем подводить наши первые итоги. Какова вообще активность людей? Насколько охотно присылают свои истории? Что это за истории? Ну, может быть, что-то особенно привлекло внимание организаторов, членов жюри? Историй присылают достаточно много. Много пытаются участвовать. Кто-то что-то недозаполняет. Мы стараемся как можно сильнее помочь конкурсантам, потому что нам тоже очень это интересно. Каждый раз, когда читаем истории, мы рыдаем всем коллективам, потому что люди почему-то, мы не ожидали, что настолько искренне будут писать. Запомнилась история одной молодой пары, не буду говорить фамилии, которые не стали рассказывать о том, какие они прекрасные, как у них всё гладко, как они всё друг к дружку понимают, любят и очарован друг другу. Они написали, что познакомились мы достаточно просто, где-то на дискотеке, и живём очень сложно, и отношения у нас очень сложные, и мы можем, как итальянцы, поссориться, поругаться, но всегда, всегда нас удерживает общее уважение друг к дружке и любовь. И это настолько тронуло своей искренностью, не зафотошопленностью вот этих чувств, что у нас всё прекрасно, мы идеальны, за это нас стоит любить. И в противовес им я ещё хорошо помню историю людей, которые знакомы со школы. Они очень-очень много лет вместе, они прошли тяжёлый путь, там как раз в истории их описывается, их становление как семьи, они официально в браке. Очень много душесчипательных, то есть выделить кого-то одного нельзя. Но придётся. Придётся, в любом случае придётся, и это уже видно, и мы уже к этому идём, и мы даже уже видим лидеров. Получается, что это просто конкурс на самую красивую ловстори? Нет. Если бы это был просто конкурс на самую красивую ловстори, то победила бы просто красивая история, которая бы тиражировалась и всем нравилась. Но принцип не настолько прост. Мы просим участников, чтобы они выставляли на своих личных страницах свою историю. И это скорее слаженная работа и её, и его, их взаимоотношения с их друзьями, их связи как семейные, так и связи с их приятелями. Это лишний раз и лишний повод позвонить своим родным и узнать, как у них дела, и не сказать, а проголосуйте за нас, поставьте за нас лайк, сделайте репост и так далее. Это просто повод. Это не история о том, что было голосование, выбрали просто самую красивую картинку и самую чистую вылезанную историю. Нет, это скорее что-то, что покажет общую работу семьи. Вы когда выберете победителя, каким образом, то есть, опять же, как-то кулуарно будут вручаться подарки, или вы сделаете из этого событие, на котором можно будет побывать и прикоснуться к этому конкурсу вот так вот, не через экран компьютера? Конечно, нет. Мы не будем делать это так закрыто, только в сети. Нет, это достаточно открытый конкурс. Мы, допустим, приглашаем вас увидеть нашу пару в день, когда пройдут выборы, и уже будет известен результат. Мы приглашаем вас увидеть наших победителей. Все будет открыто, подарки будут реальные, в реальном времени, в реальном формате. Пара будет освещена нашими партнерами информационными. То есть, это будет проходить как в сети, как в различных СМИ, так и в реальной жизни. Но в реальной жизни все-таки будет больше приятно. Ну что ж, я надеюсь, что мы обязательно побываем на этом мероприятии. А более подробно, я думаю, можно будет узнать из афиш, которые в скором времени появятся и в сети, и в городе. Ну что ж, спасибо, что сегодня к нам пришла, рассказала о вашем замечательном проекте. Мы желаем вам удачи и побольше участников. Спасибо большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова